Планы Трампа по перезагрузке отношений с Россией на грани краха. Накануне с грохотом провалились очередные переговоры Москвы и Вашингтона. Стоит ли ожидать крупной ссоры и при чем здесь квартирный вопрос? Дмитрий Анопченко знает все детали. Ни санкции, ни Сирия, ни Украина. Камнем преткновения в отношениях между Вашингтоном и Москвой сейчас неожиданно стал пресловутый квартирный вопрос. Тут в Госдепартаменте переговоры накануне так и не принесли результатов. Россия потребовала вернуть собственности точка. Штаты же считают, что согласившись проявить слабость. Что мое, то мое, что твое, то поделим. Это как люди себя не любят приличные, воспитанные. Даю обязательства. Мы будем консультироваться с Конгрессом по этому вопросу. Эту проблему команда Трампа получила в наследство от Барака Обамы, который в последние дни своего президентства выслал из страны несколько десятков российских дипломатов, а еще арестовал российскую дипломатическую собственность. Мол, там и информацию собирали, и разведку вели. Вот это посольская дача в Мэриланде, принадлежащая России, уже полгода как под арестом. 12 жилых помещений, десятки коттеджей, в каждом из которых по 4 квартиры. Внутри все дорого-богато. Нью-Йорк Таймс пишет. Дипломаты проводили там шумные вечеринки, а чердаки и подвалы якобы использовали для шпионажа, поставив электронное оборудование. Москва очень рассчитывала, что снять арест с двух дипломатических дач, что той, что под Вашингтоном, что той, что под Нью-Йорком, удастся ко встрече Трампа и Путина. Не получилось. Рассчитывали, что договориться удастся сейчас. Тоже не вышло. Процесс забуксовал. И Госдепартамент заявляет теперь, что не будет предпринимать никаких действий без согласования с Конгрессом. Россия в ответ угрожает не только дачу и склад, принадлежащие посольству США в Москве арестовать, но и выслать из страны три десятка американских дипломатов. Если это произойдет, в отношениях двух стран случится самый серьезный кризис за время президентства Трампа. И на его планах новой перезагрузки на долгое время можно будет поставить крест. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.